Небольшие новоизвимые каротидные бляшки являются более важной причиной инсульта, чем считалось ранее, показывают результаты исследования каротид-плак-имеджин и нетюд-строк. Пациенты с осложненными каротидными бляшками, обнаруженными с помощью магнитно-резонансной томографии высокого разрешения, имеют повышенный риск повторного ишемического инсульта или транзитурной ишемической атаки ТИА. Визуализация каротидных бляшек позволяет выявить пациентов с высоким риском развития криптогенного инсульта. Риск обычно высок у пациентов с разрывом фиброзной покрышки, внутрибляшечным кровоизлиянием или пристеночным тромбом в каротидных бляшках. Среди пациентов с криптогенным инсультом пациенты с ипсилатеральными осложненными каротидными бляшками имеют 5,6 раза повышенный риск повторного ишемического инсульта или ТИА по сравнению с пациентами без таких бляшек. По сравнению с пожилыми пациентами, у которых высшая вероятность инсульта из-за невыявленной фибрилляции и предсердий, эти пациенты имеют большее время факторов риска, таких как курение, диабет или высокий уровень холестерина, которые часто приводят к развитию уязвимых бляшек. Отсюда следует, что если с одной стороны у больных атеросклерозом сонных артерий необходимо контролировать состояние бляшек, а с другой принимать интенсивные меры для предотвращения их повреждения. Среди этих мер здоровый образ жизни – медикаментозный контроль холестеринного обмена, в первую очередь с применением статинов и систематическая противовоспалительная терапия, в первую очередь за счет применения аспирина в малых дозах. Если этих мероприятий недостаточно, следует рассмотреть возможность внутрисусудистых вмешательств на сонных артериях. Кто вооружен, тот и защищен. Берегите себя и будьте здоровы!